Добрый день, наши уважаемые зрители! Напомню, что сегодня 7 июня, и мы в студии СББАЙ, и, как всегда, говорим о здоровье, о вашем и нашем здоровье. И сегодня нашей собеседницей будет Людмила Николаевна Дедова. Вот как-то не странно может показаться, начало нашего знакомства, оно очень приятное для меня. Мы вспомнили наше увлечение, увлечение нашей юности. Мы поклонники большого тенниса. Но сегодня будет разговор не об этом, да? Сегодня у нас будет разговор с Людмилой Николаевной Дедовой, будет разговор о проблемах челюстно-лицевого аппарата, о проблемах болезни зубов. И я думаю, что сегодня мы узнаем очень много интересного, потому что даже в процессе подготовки вот к нашей встрече сегодняшней, да, уважаемая Людмила Николаевна, я узнал так много, и у меня столько вопросов возникло, даже как у доктора, да, как и у пациента, как и у доктора. Поэтому с чего мы начнем нашу беседу, нашу первую с вами встречу? С чего? Объясни, может быть, что такое парадонтоз, парадонтит? Хорошо. Да? Потому что колоссальная разница, а люди путаются, даже я знаю некоторые врачи, не стоматологи, иногда грешат этим. Да. Ну это одно и то же. Практически? Это одно и то же. Просто раньше называли мы это заболевание парадонтоз, а потом перешли на международную терминологию, как разговаривают во всем и как общаются между собой пациенты и врачи, с помощью одной единой терминологии, называется периодонтит или болезнь периодонта. Так я и буду сегодня обозначать то, что раньше мы и многие сейчас называют парадонтоз или парадонтит, как вы сказали, то я это буду обозначать то же самое, но только в современном варианте. Это называется болезнь периодонта, в которую входит гингивит, периодонтит и другие заболевания именно этой части ротовой полости. Вот все знают, что такое кариес, да? Но уже мы постарались, и средства массовой информации, и мы доктора постарались донести до всех наших уважаемых граждан, что кариес это все-таки системное заболевание, кариес это плохо, и многие обратили даже на это внимание, на наш посыл, да? И многие начали чистить зубы и как-то чуть-чуть по чуть-чуть приобщаться к гигиене полости рта. Но если мы говорим вот о как бы развитии, о структуре заболеваний, да? Вот как бы вы обозначили последовательность? То есть вот эти самые болезни периодонта или, может быть, начать с кариеса, а потом этот кариес, мягко-мягко переползая с одной поверхности на другую, травмирует? Вот каков механизм вот этого процесса в ротовой полости? Хорошо. Ну, во-первых, вы правы, абсолютно правы, что кариес и болезни периодонта, или как многие называют, парадонтос или парадонтит, это одно и то же, да? Еще раз повторяю, это самые распространенные заболевания среди всех стоматологических заболеваний. И, конечно, как и кариес, как и болезни периодонта, они очень распространены во всем мире, ну и, естественно, и в нашей стране, среди нашего населения. И если говорить о болезнях периодонта, то их распространенность составляет больше 90% в нашей стране, к сожалению. Хотя в других странах бывает и 80%, бывает и ниже. Но в основном это тоже большой, большой, большой процент среди всех других заболеваний. На самом деле, да. Соматологических, я имею в виду. Также и кариес. Кажа и кариес. Конечно, он очень распространенен. Это самые распространенные заболевания. Но это совершенно самостоятельные заболевания. То есть они не идут... Они не друг к другу, они сочетаются, но они развиваются... Самостоятельно. Самостоятельно, порознь. Самостоятельно. То есть у тебя может быть болезнь периодонта, но без кариеса и напротив. Но без кариеса и может быть кариес, без болезни. А может быть то и другое. А может быть то и другое, кому-то не повезло. К сожалению. К сожалению. Да. И тогда у меня возникает вопрос, чтобы мы понятный дали посыл, что нужно делать при вот этой группе заболеваний, как себя вести и как, во-первых, их не получить вообще. И что нужно делать при второй группе заболеваний и тоже, может быть, как не получить. Но прежде чем вы ответите, я должен продолжить мое представление о вас. Потому что я так порадовался за наше общее увлечение и об этом сказал в самом начале. Но я должен добавить для наших зрителей, что, во-первых, мы в прямом эфире. И если у вас будут какие-то вопросы, то мы будем рады ответить. Ну а во-вторых, уважаемая моя коллега, на самом деле заведующая третьей кафедрой терапевтической стоматологии Государственного медицинского университета, моего родного, действительный член Международной академии стоматологов, учредитель и главный редактор научно-практического журнала «Стоматолог», доктор медицинских наук, профессор. И это все Людмила Николаевна Дедова. И я об этом напомнил вам, для того, чтобы было понятно, что вы можете получить сегодня как бы максимально точную информацию, опять-таки, от специалиста, который всю свою жизнь посвятил изучению вот этих самых проблем. Проблемы челюстного лицевого аппарата, проблем периодонта и его величества кариеса. Да, и не только изучению, но и разрешению проблемы. Да, и разрешению проблемы. Ну, опять-таки, ваша научная деятельность была, опять-таки, определена вот этими направлениями. Итак, профилактика и недопущение, скажем, жизни того же кариеса в нашей полости рта, ну и болезни периодонта. Ну, хоть они развиваются по-разному, и у них свой механизм развития, но единое не в том, что все они зависят от агрессии микробного налета или зубного налета, который находится на зубах. А это следствие неадекватной или, может быть, не совсем правильной гигиены у каждого человека. И вот отсюда все начинается. Начинается от агрессивности микрофлоры, которая откладывается на зубах, и которые потом, продукты распада которой, дают негативное влияние на окружающие ткани. На твердой ткани это будет развиваться от кария зуба, на мягкие ткани это будет называться болезнепериодонта. Болезнепериодонта, по-моему, международной современной системе. Да, гендивид, а потом дальше перидонтит и так далее. Слушайте, ну вот моя бабушка, царство небесное, она умерла в 98 лет, у нее были все зубы, не было никакого кариеса. И, честно сказать, ну она даже этим не гордилась, в общем-то. Я даже был удивлен, как уже студент, я застал, как студент старших этих самых курсов. И я, честно сказать, уже сейчас удивлен еще больше, потому что есть вот и были и прецеденты пожилых людей, когда вот, ну никакого кариеса и, ну опять, чего там греха таить, никакой гигиены такой вот системной, современной. И, тем не менее, зубы были, ну просто в полном, не просто в полном порядке, а в прямом смысле блестели, что называется, до последнего дня. Александр Ильич, ну и у нас сейчас тоже такие люди есть. Это хорошо, но вот что здесь, почему? Вот, потому что для многих, да, ведь у нас иронично относятся к своему здоровью, да, потому что для многих это будет, знаете, вот с таким, ну небрежным, да, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким. Да, так и отношение к кариесу, да, и к той же гигиене. Вот можем ли мы прокомментировать эту ситуацию? Почему у многих людей, ну не у многих, у части людей, которые не выполняют рекомендации даже врачей, это происходит? И все-таки в чем преимущество поведения, связанного с нормальной гигиеной, с соблюдением гигиены, в том числе полости рта? Ну, конечно, естественно, каждый знает, что нужно чистить зубы, без этого не обойтись. Даже несколько раз, должен сказать. Даже несколько раз, как минимум два раза утром после завтрака и вечером, перед тем, как ты ложишься спать. Это все знают, и уже даже повторяться как-то неловко. Но, тем не менее, все же я хотела бы это подчеркнуть. Но, несмотря на то, что люди знают это, некоторые из них все-таки делают какие-то погрешности в гигиене, в чистке зубов. Некоторые наши пациенты не совсем осведомлены в том, что не только нужно средства гигиены иметь зубную пасту и зубную щетку, но нужно иметь еще дополнительные средства. Земную нить, ершики специальные и другие приспособления, которые так должны также вычищать, как зубная щетка в определенных трудных доступных местах. И все, большинство считает, что достаточно приобрести зубную щетку, зубную пасту, прочистить зубы по какой-то определенному методу, который ему ближе, и который он считает, что он эффективный, или ему подсказал врач. И достаточно. Оказывается, нет. И только зубная щетка, зубная паста дает эффективность. Это уже прошлый век. Да, эффективность дается. Нет, это не просто. Это реальность. Это реальность. Но к этому нужно еще добавить еще. Да, да, есть, конечно, идут же новые технологии, идут же разработки и так далее, и так далее, и мы идем вперед. И, конечно, в генических средствах, в пакете генических средств каждый пациент должен иметь еще и другие дополнительные средства, которые ему должен посоветовать. Его личный врач. Личный врач, конечно, личный врач. Но я должен отметить, в общем-то, единственное, что я, наблюдая со стороны, могу отметить, что все-таки уже общество склоняется к тому, чтобы узнать хотя бы фамилию своего стоматолога. Если раньше знали только имя своего паникмахера, да, многие годы, а имя и фамилия врача, это было, ну, это было как бы типа недостойно внимания, то теперь уже все-таки стоматологи в этом плане первые. И еще, может, не знать фамилии, имя хирурга, который оперировал, но вот уже стоматолог, да, уже становится фигурой, которого как-то привечают и относятся с уважительным, с таким, даже легким пафосом. Я наблюдаюсь у Петрова, у Иванова, у Сидорова или уже крайне высший пилотаж, я наблюдаюсь у профессора Дедовой. И это звучит действительно так, ну, здоровски. Ну, и это вы правы, вы абсолютно правы, потому что, почему вы первые стоматологи, потому что они первые становятся семейными врачами, потому что успешный стоматолог, он обычно семейный стоматолог. Как правило уже, как правило уже. И, естественно, конечно, когда папа с мамой делали погрешности в детстве и, может быть, не сильно были осведомлены, и теперь они мотивированы, то они свое чадо, как только оно появляется, они уже понимают, как надо его вырастить, чтобы оно было здоровым. И начинается воспитание с воспитанием понятия здоровой, красивой улыбки. Я сделаю маленькое отступление. У нас есть замечательный профессор Леус, с которым мы когда-то давно тоже беседовали и обсуждали проблемы стоматологии. Он рассказал такой эпизод, что разделил в одной школе, ну, не разделил, а поделил, в общем-то, да, два, по-моему, взял первых класса. В одном первом классе, это был контрольный первый класс, где дети получали зубную щетку и пасту, чистили зубы дома, а второй класс получали дети щетку и пасту уже непосредственно перед занятиями и чистили зубы под наблюдением воспитателей, психологов, ну, естественно, учителей. И оказалось спустя 10 лет, что количество всяческих заболеваний, не говоря уже про кариес, у тех детей, которые чистили зубы под присмотром специалистов, в порядок, да, эффективнее все это было, нежели у тех детей, которые чистили дома. Потому что даже я, Грешин, имея в семье стоматологов, и меня абсолютно регулярно поправляли и напоминали, и даже укоряли некоторые студенты, да, что вот как ты, папа, как ты можешь, папа, нужно вот поставь песочные часы и жестко по времени, да, чисти эти зубы. Ну и приходилось. Ну и дальше надо поправляться, еще дальше. И дальше не останавливаться. Конечно, конечно, не останавливаться. Ну, то есть очень важно, с точки зрения профилактики, правильность чистки зубов. И очень важно, что это начинается не в 48, 58 и 98. Это тоже правильно. Это тоже правильно, но начинать лучше, чем раньше, тем лучше. Под профессиональным контролем. Под профессиональным контролем. И наблюдением. То есть вот то, что вы перечислили, очень важно, чтобы оно замыкалось на семейного стоматолога. Конечно, безусловно. Итак, кариес, понятно. Теперь переходим к проблеме вот этих самых заболеваний, более глубоких, я бы сказал. Ну, конечно, болезни периодонта, это гингивит, периодонтит, рецессия дискной, периодонтальная трассия и другие заболевания. Но чаще и среди всех периодологических заболеваний, конечно, мы часто встречаемся и начинается всегда с воспалительных процессов в десне. Почему? Потому что это та ткань в ротовой полости, которая первая получает агрессию микробного налета. Болезни периодонта – это болезни, которые в основном находятся около зуба, то есть мы говорим, что которая поражает ткани периодонта. А ткани периодонта – это зуб с его близлежащими тканями, это сам зуб, конечно, с его близлежащими тканями, десной, с вязкой, в которой держится этот зуб, с ливолярной костью, в которой в лунке он держится. Вот эта вся часть, весь этот механизм, весь эта структура, она вся поражается. Вот насколько стоматологи любят свою профессию? Вот если так посмотреть структурно, да, ну что такое зуб? Ну, это будет приблизительно вот так. И вот это вот приблизительно вот так обрастает с точки зрения стоматолога кровообращением, налетом, воспалительным процессом. Когда там говорят, ну, аппендектомия, да, при каких-то воспалительных процессах. Ну, это аппендектомия, аппендикс – это вот такой. И о нем тоже слагаются целые тома научных книг. А здесь вот такое пространство, и об этом тысячи, десятки тысяч стоматологов, да, они вокруг этого воркуют, лечат, да. А я вам скажу, почему. Вот, интересно. А вот потому, что так создалось природой, что в таком маленькой топографической зоне находится, как я назвала, несколько тканей, абсолютно не похожи по своей структуре, по своему, по своему, по своему виду, по своему назначению. Но им нужно, хоть они и разные по своей структуре и так далее, парфологической структуре, им надо объединиться и в один замысел поддержать его величество зуб, который должен находиться в ротовой полости. Они все работают на него. И который должен функционировать. Да, конечно. И поэтому они со своей микроциркуляцией, они со своими обязанностями, они разные, но тем не менее они едины. И поскольку они разные, поэтому вот эта природа так создалась, им так трудно ужиться. Но чтобы они ужили, столько нужно усилий самому пациенту, чтобы они были в состоянии практически здоровой. И вот тогда, опять же, я возвращаюсь в прошлое и думаю, а вот эти люди, которые гоняли мамонтов по степям и прериям, они же тоже как-то, у них были проблемы, наверное, с кариесом? Конечно, это показывают археологические раскопки. То есть исключения не было, да? Не было, абсолютно. Ты можешь обсуждать, можешь оправдываться, у нас же люди любят оправдываться, да? Нету времени, нету денег, нету чего-то, всегда чего-то не хватает. Так вот, если ты будешь оправдываться, а не делать, то, естественно, ты получишь вот эти самые болезни, которые мы с вами сегодня обсуждаем. Я должен... Время летит незаметно. Я, с вашего позволения, должен обратить внимание на тех, кто с нами в прямом эфире. Я напомню, что профессор с нами сегодня в прямом эфире с нашей стороны, да? Профессор Дедова Людмила Николаевна. А с той стороны я предлагаю всем, кто заинтересован, у кого есть какие-то серьезные проблемы, в том числе, обратить на это внимание. И вот вопросы уже появились. Они, правда, честно, были уже и до начала эфира. Итак, я вхожу в начало чата. И первый вопрос. Может ли кровоточивость десен быть симптомом других заболеваний? Ну, каких заболеваний? Ну, я думаю, ротовой полости. Ротовой полости. Кровоточивость десны – это симптом болезни периодонта. Только. Или, может быть, какой-нибудь, ну, грубо так сказать, рак какого-нибудь там языка или чего-то еще более. Нет, если только кровоточивость десны и только в этой части ротовой полости – это болезнь периодонта. Периодонт. Ответим. Воспалительного характера. Воспалительного характера. Здравствуйте. Интересно было бы от вас услышать о тех проблемах в лечении десен и зубов. О которых стараются умолчать врачи при общении с пациентом. Как вы считаете, может, пора вводить страхование рисков перед посещением врача в поликлинике? Сурово. Почему такие вопросы? Да потому что только прожив полвека, набравшись жизненного опыта, да, при отсутствии большей части зубов, ты начинаешь понимать, что потерял, и где со своими обязанностями не справлялся врач-стоматолог, добавляю я и сам пациент, который выбирал более простой путь в лечении болезни. Где можно было вылечить, там удаляли зуб или рекомендовали одеть коронку. С уважением, наш уважаемый Игорь Николаевич Гродно. То есть такой вопрос скорее по отношению к взаимодействию между пациентом и врачом. Где не досмотрел? На что не обращают внимание наши уважаемые стоматологи? И что потом превращается в трагедию для пациента? Но дело в том, что стоматологи не могут не обратить внимание на то, что нужно обращать внимание, это прежде всего. А надо сказать, что ведь по сути стоматология – это такая специальность, которая заточена на новых технологиях, вообще на развивающихся технологиях. Если взять методы лечения, которые были ранее, которые, к сожалению, пациентка и застала, то вот эта возможность была в то время стоматологии по сути. Других вариантов не было? Других вариантов не было. И фактически врач зависел от развития современной техники и современной науки по тем временам. Теперь стоматология развивается, как и другие специальности, медицинские специальности. И поэтому, естественно, у нас больше сейчас возможностей. Если у нас тогда, в те времена, было очень модно красивые золотые фикса, это был шик, то теперь… Это уже признак. Это да. А теперь это красиво, когда белые красивые чистые зубы. А теперь уже считаются не только белые красивые зубы, они должны быть свои собственные. Пусть они даже не такие красивые, как это мы себе придумали. Как некоторые якобы звезды, да? Да, 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 да. Там голливудская, как мы говорим, улыбка, да. Но не обязательно. Обязательно должны быть они чистые, все вылеченные и хорошо ухоженные. Вот результат. Это показывает твоя осведомленность. Да, и при этом, что самое интересное, что да, меняются тренды, меняется мода, меняются направления. Уже даже, если мы говорим о протезировании, то даже вот эта шкала чего стоит цветная, да, мы же не знали об этом еще буквально каких-то 5-10 лет. А теперь мы можем имплантация, теперь мы можем чудеса делать по сравнению с тем, что было раньше. Мы вернемся к имплантации, а сейчас, с вашего позволения, продолжим отвечать. А я напомню, что профессор Дедова у нас в гостях сегодня, и мы говорим о проблемах зубов, и есть какие-то вопросы есть, то милости просим, у нас прямой эфир. И здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня оголены шейки некоторых зубов. Стоматолог посоветовал пользоваться специальной пастой. И наблюдать, и наблюдать. Но не наблюдаюсь ли я так, не нанаблюдаюсь ли я до потери зуба? Спасибо. Опять-таки, сомнения в пользу, в сторону, вернее, не в пользу, в сторону стоматолога. Понятно, да. Ну, конечно, если у вас оголение шеек зубов, или оголение уже, там даже корня, может быть, конечно, в этой ситуации, если врач вам порекомендовал оголение с определенной пастой, значит, по всей вероятности, у вас кроме оголения есть какие-то симптомы. Наверное, повышенная чувствительность на холодное, там, горячее и так далее. И в любой пасте, нужно выбирать любую зубную пасту, в которой есть специальные ингредиенты, компоненты, которые будут дополнительно еще и влиять на эти симптомы, которые у вас присутствуют. Это первое. Второе. Если просто вы, вас беспокоит только оголение шеек зубов, то, по всей вероятности, вы, может быть, не совсем осведомлены, как правильно в этой ситуации чистить зубы. Подойдите к врачу, и он вам определит правильное направление зубной щетки. В этой ситуации зубная щетка, направление зубной щетки, это целые уроки должны быть, ну, по крайней мере, кратко. Она должна быть, вы должны щетку использовать в вертикальном, движение делать вертикальное, а не горизонтальное. Это прежде всего. И делать это корректно, специальной жесткости, в зависимости от ваших зубов. Конечно, должна быть консультация врача. Если у вас есть какие-то сомнения в том враче, в котором вы были, ну, выберите сейчас достаточно много других точек соприкосновения, к которым вы сможете проконсультироваться у других врачей. Вы можете прийти к нам, вы можете прийти к нам на кафедру, консультироваться, мы консультируем каждую неделю. Вы можете проконсультироваться у любого другого врача. Это, как знает каждый врач. Ну, и надо сказать, что на самом деле самое трудное для меня было в чистке зубов, когда у меня появились персональные консультанты, сделать не вот так, как мы привыкли, потому что это просто более... Который вызывает рецессию десны, а голение шеи. Да, и мне же объяснили тоже, что вот так вот, это очень опасно даже, потому что это провоцирует развитие вот этих самых воспалительных процессов. Но вот так вот физиологично сложнее. Поэтому, конечно, если у вас есть проблемы, то начинайте, как мы говорим, с пропедевтики. Начинайте с самого начала. То есть проконсультируйтесь, не стесняйтесь. Лучше проконсультироваться в самом начале, да, как профилактировать проблемы. Зубную щетку, зубную пасту, что-то дополнительные средства какие-то есть у вас генические. И продемонстрировать врачу, как вы это делаете. И он сразу определит. И особенно важно начинать с детского возраста. Вот тоже мой совет, да, к сожалению, тут правильно задали вопрос, что, ну, все это начинаешь постигать тогда, когда тебе уже там за 40, за 50. К сожалению. А вот уже, я так понимаю, новое поколение прогрессивных родителей, они будут доносить эту информацию, да, о профилактике. Именно сейчас своим детям, в самом раннем возрасте. Меня очень умилили, когда мы делали одну из программ с нашим уважаемым тоже профессором, детским терапевтом, профессором Тереховой, когда мы показали вот эти самые специальные напальчники для того, чтобы чистить полость рта и зубы у маленьких-маленьких этих крох. То есть все у нас теперь есть. Нам осталось только сделать шаг навстречу. Но следующий вопрос. Как часто можно... А, нет, еще один пропустил. Как выбрать пасту против кровотасивости десен? Потому что есть очень много предложений, реклама большая. Вы знаете, что пастой можно пользоваться любой, какой вы только себе придумаете. Это не имеет никакого значения. Самое главное – методика очистки зубов. И регулярность. И регулярность. Добавлю я, как ваша система. Это все входит в понятие методики. Да. Расскажите, пожалуйста, как выглядит пломбирование... Нет, извините. Почему оголяются шейки зуба? Почему они оголяются? Оголяются шейки зуба, может быть, в двух направлениях. Первое – это как инвулятивный процесс с возрастом десна, которая первая ткань, которая близко к агрессии микробного налета и той агрессивной среде в ротовой полости, как и является ротовая полость. Она, конечно, реагирует, потому что она очень хорошо... Микроциркуляция у нее настолько развита или значительно больше, чем в других тканях, что она реагирует на всякие вот такие вот неблагоприятные факторы, которые можно назвать их в ротовой полости. И, безусловно, есть скрытое воспаление, которое потом ведет к рецессию десны. То есть рецессия десны или оголение шеек – это результат былого воспаления, которое дает вот такой прогноз, не совсем благоприятный, в сторону оседания тканей или уменьшения их в объеме. И, естественно, зуб оголяется. И возникает болезнь. И возникает разные ощущения, да, и болезни, да. Как часто можно пользоваться отбеливающей пастой? Ну, отбеливающей пастой пользоваться нужно по назначению. Они же бывают разные, эти зубные пасты. И вам должен посоветовать врач. Сами, я думаю, самолечение и вот сам выбор не очень корректен. У меня было несколько пациентов, которые сами выбирали себе такие вот пасты, а потом были проблемы с гиперестезией или повышенной чувствительностью на холод, горячий и так далее. И потом пришлось выходить с этого положения. Поэтому, конечно, лучше посоветоваться с врачом. Да, я думаю, что всегда, в любой ситуации, если возникает непонимание того, что с вами происходит, да, это касается не только зубов, да, то, конечно, лучше не лениться, не стесняться, найти время и найти своего доктора, с которым... Тем более сейчас даже в воскресенье можно это сделать. О, даже так, да? Конечно, разные, разные точки, так сказать, соприкосновения сейчас с стоматологом, возможно, даже в воскресное время. Это тоже очень здорово. Это уже почти как экстренная служба, да, хирургическая. Так, расскажите, пожалуйста, как выглядит пломбирование оголенных корней зуба? Даже я не понимаю этого вопроса, но я так понимаю, что кто-то с этим столкнулся. Такое может быть? Да, почему нет? Естественно, ему... То есть, когда кариес пользуется возможностью... Кариес не только в области коронки, но кариес бывает и в корне. И, естественно, есть методы лечения, специальные методы лечения, которые направлены на реабилитацию этого пациента. Я предлагаю не показывать сегодня в нашем диалоге, потому что это нереально по причине того, что мы в студии, а не в кабинете. Но я думаю, что если вы обратитесь в поликлинику, то вам обязательно покажут подробно и расскажут, если это нужно. И раз эта методика существует, то почему бы и нет. Не стесняйтесь докторов. Даже когда они торопливы, и у них нет времени, все равно найдите уже в себе некое внутреннее спокойствие. Пойдите навстречу своему врачу, если вы ему доверяете, и получите от него полноценный ответ. Так, это мы ответили. А меня такой вопрос интересует. Можно ли отбеливать зубы, на которых стоит фломба? Конечно, можно. Можно вообще... Очень часто такие вопросы задают, вообще по отбеливанию. Потому что сейчас очень... Модно, модно. Модно, модно. Это белоснежные зубы. Но надо сказать, что не всегда белоснежные зубы красиво. Все зависит от того, какая цвет кожи, какой цвет глаз. И вообще считается в древние времена, что красивые зубы, они не должны быть идеально белой белизны. Они, может быть, цвет такой слоновой кости. Вот. Да. И главное, они должны быть чистые. И вылеченные. А с пломбами хорошо, что вы хотите еще их отбелить. Пожалуйста, конечно, отбеляйте, отбеливайте. Но тоже нужно посоветоваться с врачом, какую зубную пасту или какие отбеливающие средства нужно использовать. Потому что это непросто. Ну, мы за естественную красоту. И честно сказать, когда иногда смотришь телевизор и видишь вот этих самых медиаперсон, которые улыбаются, извините, на пол головы, да, и все это ослепляет, но ослепляет не в лучшую сторону. И как-то меня, например, часто это даже скорее пугает и вызывает некое психологическое, может быть, даже отторжение. Да, то есть... Ну, это мое субъективное мнение. И тут же вдруг провокационный вопрос в вашу сторону. А какой пастой пользуетесь вы и ваша семья? Да, спасибо. Я пользуюсь лечебно-профилактической пастой. А, слушайте, вот еще мой опыт. Я иногда покупаю разные пасты в надежде на то, что какая-то из них будет ближе. Вы можете выбрать любую. Ну, вы можете сделать утром одной пастой, вечером другой. Какая под рукой? Это не имеет столь важно. Это чисто субъективное ощущение. Да, в каждой пасте есть различные компоненты, там, лекарственные и так далее. Выберите, пожалуйста, по своему вкусу, как вам ближе она и по вкусовым параметрам. Но я так понимаю, что вы пользуетесь лечебно-профилактической. Это вот важный ключевой момент. Да, вот это для меня лично. Я бы дала предпочтение лечебно-профилактической. Можно чисто профилактической, без лечебных каких-то добавок. Но лучше мне так кажется, на мой взгляд. Для меня лично лечебно-профилактической. Я вас поддерживаю. Я тоже стараюсь пользоваться лечебно-профилактической. И помешает. Мне нравятся отношения. То есть, если это лечебно-профилактическая, я не думаю, что это маркетинговый ход. Нет. Нет, это просто контроль за качеством того продукта, который производится. Ну и наполнением тоже. Потому что там есть особые нюансы в этих пастах. Даже те же фторированные для фторирования. Это все нужно проконсультироваться с врачом. Согласен. Тем паче, что у нас не так много, к сожалению, времени. И у нас еще есть вопросы. Здравствуйте. У меня нет одного зуба. Не решился на операцию. И у меня такой вопрос. Нужно ли как-то специально ухаживать за этой десной без зуба? Иногда после твердой еды десна побаливает. То есть, я так понимаю, что человек вырвал зуб, он затянулся, лунка затянулась, там оголилась десна, и при жевании происходит некое дискомфортное состояние, раздражение вот этой вот слизистой. Может быть. Но бывают разные ситуации. Конечно, жаль, что до сих пор он не пришел к врачу. Это первое. Посмотреть, что там, какая ситуация. А если обычная ситуация уже долгосрочная, и его все время тревожит, ну, вообще, когда в полости рта нет только одного зуба, это не является абсолютным показанием протезирования. Но тем не менее, все же... А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ну, это надо с протезистом посоветоваться, с врачом-ортопедом. Вот. Просто прийти к врачу и решить этот вопрос, если он вас мучает, и если у вас есть какие-то проблемы с этой стороны. Тем паче, что надо еще добавить, могу добавить со своей стороны, что количество онкологических заболеваний полости рта, к сожалению, растет. И поэтому, естественно, мы сегодня не будем обсуждать, почему это происходит, и какие глубокие причины этому способствуют. Но мы просто говорим о том, что будьте внимательны по отношению к своей ртовой полости, да, и, опять-таки, если возникают какие-то вопросы, обращайтесь к врачу. И не только, Александр Ильич, даже если и никаких вопросов не возникает, обязан пациент, зная о том, что он практически здоров, и все у него в порядке, обязан прийти к врачу один раз в полгода. Один раз в полгода. А если у него есть проблемы с десной, небольшие проблемы, один раз даже в четыре месяца. И мы не лоббируем стоматологов, мы просто говорим сегодня о том, как правильно себя вести. Вот это поведение, правильное поведение является профилактическим по отношению ко многим заболеваниям, в том числе, как раньше говорили, пардонтит, пардонтоз, а как сейчас мы говорим, болезней... Периодонта. Периодонта. Вот на этом, к сожалению, я вынужден заканчивать наш эфир, поскольку уже прошло 32 минуты, к сожалению, мы выбрали свое время. И, конечно, мы не исчерпали полностью ту тему, о которой мы говорили, но мне было очень приятно, очень приятно, опять-таки, пообщаться сегодня. Я для себя даже многое узнал, но у нас в гостях была заведующая третьей кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государства университета медицинского, действительный член Международной академии стоматологов, учредитель и главный редактор научно-практического журнала «Стоматолог», доктор медицинских наук, профессор Людмила Николаевна Дедова. Огромное спасибо, что вы с нами, и мы будем рады вас видеть еще, потому что проблема не ослабевает, да, и я думаю, что вопросы сегодня были, видите, так сказать, народ начал задавать, и я думаю, что еще есть вопросы, на которые мы сегодня не ответили, и я думаю, что в следующий раз мы продолжим эту традицию. Я с удовольствием абсолютно разделяю. И тогда мы найдем чуть-чуть времени и поговорим о нашем любимом большом теннисе. Мастер спорта сегодня с нами был в эфире. Спасибо большое всем, кто нас смотрит, и до следующей середины. Субтитры сделал DimaTorzok